Прочитал интервью заместителя директора департамента коммерческой работы Укрзалезницы Валерия Ткачева и сразу вспомнил цену заседания многолетней давности, где председательствовал секретарь обкома партии Евгений Григорьевич Борщ. Личность в кругах тогдашнего директорского корпуса легендарная. Вел он заседание по одному вопросу. Почему в порты Одессы и области с запозданием подают вагоны-зерновозы? И не только. Портовики катили бочку на директоров, те на железнодорожников, а представители стальных магистралей кричали, что все друг у друга воруют вагоны. Кончилось это собрание тихим шепотом секретаря обкома. Он подозвал к столу главных представителей спорящих сторон и заявил «Портбилеты положите на стол, если к завтрашнему утру ситуацию не разрулите». Разрулили. Но это уже история. Теперь перехожу к словам Валерия Ткачева. Он перечислил клубок проблем, мешающих перевозить зерновые грузы в порты Украины. Поездная ситуация остается сложной из-за проведения ремонтных работ верхнего строения пути на основных линиях Юго-Западной и Львовской железных дорогах. А также из-за локальной нехватки линейного персонала и локомотивной тяги. Из-за ритмичной отгрузки зерна в течение недели. Также имеют место задержки в доставке грузов, снижение оборотов вагонов, рост числа временно задержанных и брошенных поездов. Вообще-то все эти перечисленные причины – просчет работы руководства УКР «Залезный сель». Ну, на самом деле любой железнодорожник знает, что проводить ремонтные работы на путях в сезон, когда начинается перевозка зерна, мягко говоря, глупо. Следовательно, мы видим проколы чисто управленческого характера. Второй момент – неритмичная отгрузка зерна. И здесь, очевидно, потеря связки между транспортниками и грузоотправителями. Почему не были заранее согласованы графики поставки груза на станции? И, наконец, третий момент – это снижение оборотов вагона и их нехватки. Вот каждый раз, слушая этот аргумент от руководства УКР «Залезницы», я пытаюсь понять, а знают ли наши железнодорожники о наличии в стране Крюковского вагоностроительного завода? Мало того, что в свое время мы отказались там заказать отечественный проект скоростного поезда и предпочли купить это у корейцев. На этом предприятии производят целую гамму вагонов-хопперов для перевозки зерна. Что мешает украинским железнодорожникам раз и навсегда решить проблему обновления и пополнения вагонного парка и заказать всю гамму нужного подвижного состава на Крюковском вагоностроительном? В конце концов, и проблема решится, и деньгами поможем своим товаропроизводителям.